привет меня зовут сергей hello everyone my name is сергей парадокс россии все изучают английский язык но не очень много людей хорошо на нем говорят that's weird everyone studies english in russia but not that many people can actually speak the language зачем вам английский язык он вам наверняка не нужен забудьте о нем и не добавляйте себе проблем жизни ах нужен вы хотите говорить на английском языке ну тогда несите свою тетрадку как использовать тетрадку мы говорили вот здесь давайте несите и будем записывать потому что из пруда не вытащишь там без чего-то там так что надо будет что-то записать get your notebook ready and we gonna take some notes в английском языке есть очень хорошее выражение back in the saddle saddle это седло то есть когда вы перестаете что-то делать на какое-то время вы как бы слезаете с седла если вы хотите вернуться какому-то делу вам нужно обратно сесть седло вот сегодня мы будем садиться все в седло конечно это выражение не относится к тем кто писал английские слова русскими буквами в школе и таким образом сдавали экзамены это наверняка не проходит как изучение языка я понимаю что большинство из вас не притрагивались к английскому языку со времен школьной парты но если у вас есть желание все таки опять начать изучать английский язык давайте будем записывать с чего же нам начать опять изучать английский язык с грамматики из произношения сговорения с письма давайте начнем вот с этого давайте подумаем что мы можем сказать о себе на английском языке my name is я понимаю что наверняка все могут сказать эту фразу давайте попрактикуем как ее сказать правильно вместе готовы my name is что еще можно сказать о себе мы можем сказать откуда мы i'm from можно сказать из россии i'm from russia а можно сказать что вы из какого-то города например i'm from новосибирск название городов российских можно сильно не коверкать можно произносить их так как вы произносите в обычной речи я думаю что это не такая уж большая проблема i was born in я родился или я родилась в таком-то году i was born in 19 95 теперь мы можем подумать как сказать то чем мы занимаемся в жизни эта фраза будет звучать а м а то есть если например я учитель то я скажу таким образом а и на тече если вы студент вы можете сказать i am a student можем ли мы добавить каких-то деталей к этому например я работаю где-то или я где-то учусь i work at или i study at то есть я работаю где-то и я учусь где-то мы можем дополнить после от мы можем поставить название университета или название вашей компании теперь давайте подумаем сможем ли мы задать вопросы на эти ответы с первым предложением my name is вопрос будет звучать таким образом вот из your name со вторым предложением i'm from where are you from i was born in when were you born what do you do давайте обратим внимание что в данном случае лучше не спрашивать who are you кто вы такой несмотря на то что ответ i am a student тут нужно спрашивать what do you do чем вы занимаетесь where do you work или where do you study если вы хотите опять начать изучать английский язык вам нужно начать изучать его себя вы можете проанализировать что я могу сказать о себе в разговоре когда мы встречаемся с людьми люди обычно спрашивают какие-то вопросы о вас то есть чем вы занимаетесь как вас зовут где вы живете и иногда порой простые такие вопросы могут поставить нас тупик если мы можем что-то сказать о себе на английском языке мы будем чувствовать себя более уверенными нужно ли изучать язык каких-то цветов изучать погоду или знать все формы глаголов английском языке безусловно это нам пригодится сейчас мы говорим о том с чего нам опять начать то есть вот эти вот заржавелые детальки в нашем мозге которые когда-то может быть варились когда мы говорили на английском языке их нам нужно смазать информации о себе что вы можете сказать из этого если здесь какие-то проблемы если вы не знаете что такое из то возможно вам следующим шагом нужно будет посмотреть настоящее время в английском языке если вы не понимаете почему говорит i was born тогда вам нужно например посмотреть пассивный залог в английском языке это будет начало для того чтобы показать где у вас какие-то проблемы в английском языке если вы не знаете с чего вам начать мой вам совет начните с себя if you don't know when to start learning english again try to begin with yourself think about how much you can share with other people about yourself and then you can move on to something else если у вас нету проблем с этими пятью предложениями мы можем расширить нашу область мы можем перейти на друзей мы можем перейти на нашу семью мы можем подумать больше о том чем мы занимаемся и самое главное мы можем подумать о том что мы любим делать наши интересы и наши хобби давайте посмотрим несколько примеров куда мы можем пойти после этого let's take a look at a few examples where we can go after this можно посмотреть вот на эту диаграмму me это я о себе мы уже как бы рассказали да my family my interest то есть моя семья мои интересы можно сказать если вы женаты неженаты если у вас дети если у вас братья сестры и так далее например i'm married я замужем или я женат i like watching movies and doing exercises in the morning вот эта фраза может быть чуть-чуть трудноватая потому что у нас здесь много глаголов но если вы можете сказать то уже находитесь на каком-то уровне если вы не можете сказать то вам нужно посмотреть каким образом объяснить что вы любите делать если мы можем сказать все из этой диаграммы следующим шагом мы можем научиться отвечать на вопрос why почему 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 я что-то люблю почему я работаю там почему я куда-то езжу почему очень непростой вопрос потому что нужно объяснить используя большее количество слов почему вы что-то делаете после того как вы ответите на эти вопросы вы можете увеличить свою диаграмму добавив в нее что-то из своего прошлого и попробовать объяснить то что вы хотите сделать в будущем например можно подумать о своем прошлом my past или о своих планах на будущее my future подумайте можете ли вы рассказать о том что было вашей жизни раньше можете ли вы поделиться своими планами на будущее и можете ли вы рассказать о том что вы делаете сейчас если вы можете охватить все это то то вы в принципе владеете языком настолько чтобы поделиться всем чем вы хотите о себе с другими людьми на английском языке if you can share with people about anything that happened to you before if you can tell people about your future plans and if you can tell people about what you do right now you can cover most of the things that happen in your life для чего нужен английский язык для того чтобы общаться с людьми научитесь говорить о себе прежде чем изучать какие-то темы смотрите канал English Notebook слушайте музыку на английском языке смотрите фильмы на английском языке делайте все от чего вы можете получить удовольствие и постоянно спрашивайте себя can I say that in English могу ли я сказать это на английском языке чтобы мозг всегда работал и еще один совет в ванной комнате на зеркале прикрепите себе вот такой стикер ну а на сегодня все но не забывайте practice makes perfect так как же это перевести на русский язык пока see you later